Как известно, в этом году для стиля марки «Лада» закончилась эпоха британца Стива Маттина. Говорят, что автор знаменитого «Иксфейса» громко хлопнул дверью, получив нелестный отзыв от самого Луки Демео, главы группы «Рено». Предметом спора начальника и подчинённого стал дизайн будущей «Нивы». Так что теперь третье поколение внедорожника, а также другие «Лады» рисует Жан-Филипп Салар, что прежде отвечал за облик современных моделей «Дачи», включая новые «Логан» и «Сандеро». АвтоВАЗ опубликовал короткое видеоинтервью, в котором Жан-Филипп Салар перечисляет заслуги, декларирует планы, но главное – анонсирует новую генерацию культовой вазовской модели. И наша следующая задача – разработка нового поколения «Нивы», которая базируется на платформе группы «Рено». Мы уже близки, чтобы сделать нечто по-настоящему крутое, и вся команда трудится над этим. Этот спич господин Салар произносит на фоне макета будущей «Нивы». И хотя кузов будущей новинки накрыт плотной белой тканью, хорошо различимо оформление передка в духе классического ВАЗа 2121. К печальным новостям. В Нижнем Новгороде на 85-м году жизни скончался ведущий конструктор 24-й «Волги» Владимир Борисович Реутов. Только закончив институт, в 59-м году будущий корифей отечественного автопрома пришел рядовым инженером на Горьковский автозавод. Там ему поручили заниматься компоновкой легковых автомобилей среднего класса. В 70-м 33-летнего специалиста внезапно назначили ведущим конструктором автомобиля ГАЗ-24. Притом, как вспоминает автор будущей «Волги», второе поколение седана могло получиться совсем другим. Сначала, по примеру, американцев конструкцию хотели делать рамной. Я начинал чертить раму на большом щите. Ну а потом от этой идеи отказались и пришлось все стирать. В конце концов, остановились на безрамном автомобиле. Потом добавились и покупные дизели. С двигателем Peugeot машины шли под индексом 24-76 и 24-77. Их выпустили порядка 8 тысяч штук. Для нынешней молодежи уточню, что компоновку выполняли без помощи компьютера. На кальке исправлялись. В 79-м году Реутов возглавил конструкторское бюро компоновки легковых автомобилей. А в середине 80-х занял пост заместителя главного конструктора по газовским легковушкам. На заслуженный отдых отец 24-й «Волги» ушел, оставив за плечами 42 года трудового стажа. Продолжение следует...